Публикация в научных сборниках Имени отчества автора, которое приводится полностью И название учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась работа, а также специальности автора Все это до 500 знаков с пробелами Здесь также приводят аннотацию статьи на 2-3 предложения Аннотация описывает цели и задачи проведенного исследования, а также возможности его практического применения Что помогает быстрее уловить суть проблемы Приводится аннотация и на русском, и на английском языках Под аннотацией располагают ключевые слова, то есть 3, 4 или 5 основных терминов, используемых в работе, также на русском и английском языках И уже только после перечисленного располагается основной текст статьи После основной части должны находиться выводы и рекомендации То есть статья обязательно должна содержать в себе ответы на вопросы, поставленные в одной частью, а также и конкретные выводы Завершает статью список литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТом Требования по оформлению научной статьи могут кардинально отличаться в зависимости от требований редакции Поэтому их необходимо уточнять перед отправкой статьи на публикацию в научный журнал Как правило, сами требования можно найти на сайте издания Чаще всего при написании научной статьи выдвигается несколько требований В верхнем левом углу проставляется УДК Далее по центру жирным шрифтом печатается название статьи Ниже обычным шрифтом – инициалы и фамилии авторов Строкой ниже – полное название организации Ниже через строку помещается текст аннотации и далее ключевые слова Еще через строку помещается основной текст статьи Сама статья имеет несколько составляющих Вначале идет введение, в котором необходимо представить анализ исследований в данной области И определить цель статьи Затем следует основная часть В зависимости от рода работы она может включать в себя разные разделы К примеру, такие как материалы и методы исследования Результаты и обсуждения и тому подобное После этого идет заключение, в котором по мере возможности должны быть указаны новые результаты Их теоретическое и практическое значение В конце приводится список литературы Он оформляется согласно стандартам Обычно отдельным файлом оформляется информация об авторе статьи Здесь указывается место работы, должность, высшее учебное заведение, кафедра, ученая степень, звание Далее научный руководитель для ученых без научной степени Контактный номер телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты В сведениях об авторе можно указать количество научных публикаций по данному направлению Представленных в журналах и сборниках То есть количество книг, монографий, учебно-методических пособий Научная статья должна максимально раскрывать выбранную тему Указывать все использованные источники и иметь ограниченный объем Объем зависит от требований научного сборника Редакция журнала выдвигает также требования по размерам шрифта, интервалу, полям и т.п. Авторы несут персональную ответственность за содержание материалов, точность перевода аннотации, цитирования и библиографической информации При несоответствии подаваемых материалов требованиям к оформлению научной статьи Редакционные коллеги имеют право отклонить статью или вернуть ее автору на доработку Таким образом, мы как исследователи не можем обойтись без публикации своих трудов в научных сборниках Но каким бы выдающимися не было бы содержание публикации Правильно оформленный подаваемый материал свидетельствует о научной культуре автора И о владении им необходимым техническим аппаратом Продолжение следует...